После того, как римляне покинули Британию в 410 году, в римском городе Вента-Бенгалум начали основываться поселения на протяжении V века. Этот саксонский город ассоциируется с камелотом короля Артура. Местоположение города, которое ранее контролировалось римским фортом, в саксонский период разрастался за пределы реки Ичин. К юго-востоку от Винчестера возвышается меловой холм Святой Екатерины. Вершина холма окружена крепостной стеной форта Железного века, которая является историческим памятником. Поселенцы Железного века построили крепость на холме в 2500 году до н.э. Этот участок представляет собой 58 гектар богатых цветочных лугов. В саксонский период, так же, как и сейчас, с вершины холма высотой 97 метров открывался прекрасный вид на древний город, который, по мнению средневековых писателей, был камелотом короля Артура. При своем дворе в Камелоте Артур собрал самых храбрых и преданных рыцарей королевства. Волшебник Мерлин часто посещал камелот с целью проведать Артура и заодно настроить рыцарей на благие дела. Главное занятие рыцарей круглого стола – поиски приключений, в которых можно было завоевать славу. Вторым по важности занятием рыцарей было служение дамам, под которым понимались обычно те же поединки, после которых возлюбленная победителя объявлялась самой красивой. Третьим – служение своему сюзерену на войне или при дворе. Четвертым – защита слабых, также сводившаяся к поединкам с теми, кто этих слабых обижал. Отдыхали рыцари на перах, рассказывая о своих подвигах и слушая песни Минестрелей о подвигах других. Главной целью их паломничества был поиск чаши святого Грааля. О местонахождении Камелота до сих пор идут споры. Писатели Мэлори вслед за Лайманом помещают его в Винчестер – древнюю столицу англосаксонской Англии. В пользу этой версии говорит круглый стол, хранящийся в этом городе и ныне подвешенный на стене в Большом зале Винчестерского замка. В Винчестере до сих пор организовывается круглый стол из 24 участников, которые претендуют на преемственность на протяжении многих сотен лет. Круглый стол короля Артура, несмотря на свое название, является древним и загадочным памятником периода позднего неолита. Хендж получил свое название в 17 веке из-за круглой формы, которая возродила интерес к легендам Артура. Считалось, что это место предназначено для рыцарских соревнований. Хендж был создан между 2000 и 1000 годами до нашей эры и состоит из низкой круговой насыпи, окруженная широким рвом, диаметром 90 метров. Первоначально были два входа в центральную зону. Один на юго-востоке, который до сих пор существует, а другой на северо-западе, который был уничтожен вместе с частью насыпи и канавой, когда была построена дорога. Участок был раскопан в 1937 году, когда обнаружили два рядом стоящих камня у входа. Точная цель памятника неизвестна. Возможно, это место встречи до исторического сообщества. Первым названием «Круглый стол» употребил нормандский трувер Васс в своем романе о Бруте в 1155 году. Согласно Вассу, Артур сам изготовил громадный стол круглой формы, чтобы прекратить распри своих приближенных из-за почетного места. По мнению Лаймана, стол сделал не король, а плотник из Корнуола, а романы-вульгаты приписывают это деяние самому Мерлину. По одной из версий, чародей создал стол для Уотера, который передал его королю Ладегрансу. А тот, в свою очередь, передал его в преданное своей дочери Гвеневере, выходящей замуж за Артура. Мерлин – мудрец и волшебник кельтских мифов, наставник и советник короля Артура. Он родился недалеко от Кармартена, у холма Железного века, который носит его имя. Так писал в 1188 году Джеральд из Уэльса. Поселение на холме датируется около 400 годом до нашей эры. Это одно из немногих крупных городищ, размером и местоположением которого предполагает, что он являлся центром власти, контролирующим большие территории. Происхождение Мерлина, как и его жизнь, окутано мифами. Согласно одним источником, его мать была одной из чистейших и добрейших девушек за историю человечества. И зло никогда не рождалось в ее душе. Однажды, когда она разгневалась на сестру, злые силы овладели ею. Так был зачат Мерлин. Во время беременности она молила Бога, чтобы он помиловал ее и ее ребенка, а также обращалась за помощью советом к своему духовнику, священнику Блэзу. Блэз решил, что следует окрестить Мерлина сразу после его рождения. Окрестив его, Блэз уничтожил все темное наследие. Но у Мерлина остались необычные способности мудреца и провидца. Рядом с холмом Мерлина находится город Кармартен, основанный римлянами в долине Тови в 75 году н.э. Они основали сначала форта, затем город, который назвали Маридуном. После ухода римлян в V веке, во времена Мерлина, город все еще мог быть центром экономической власти для племенных собраний. Кармартен был родиной Мерлина, по словам Гальферда Мармундского. Название Кармартен – это английская форма валийского названия для города Кайрфордин, что означает «крепость Мерлина». На улице Ооклейн находится дуб Мерлина. Молодой дуб был посажен после того, как был удален последний фрагмент старого дерева в 1978 году. По легенде, Мерлин предсказал крушение города. Когда дуб Мерлина падет, падет и город Кармартен. Дуб Мерлина, вероятно, был посажен учителем в 1660 году, чтобы отпраздновать возвращение короля Карла II на трон. В начале XIX века местный житель отравил дерево с намерением прекратить под ним встречи, и в конечном счете дуб окончательно засох в 1856 году. В 1951 году от дерева осталась только ветка, фрагмент которой все еще можно увидеть в музее. Являющиеся самые ранние существующих ныне рукописи 1250 года, на валийском языке «Черная книга Кармартена» содержат предания короля Артуре. Книга была написана в монастыре Кармартена, который был распущен в 1540-х годах. Манускрипт содержит 40 поэм. Некоторые темы связаны с прорицателем Мерлином. Артур присутствует в четырех стихотворениях. В стихотворении «Кто привратник?» описывается, как Артур и его люди просят, чтобы их пустили в зал, называющийся «Аварнах». Чтобы получить разрешение, Артуру приходится называть своих людей и описывать их подвиги. Три оставшихся упоминания Артура в «Черной книге» имеют фундаментальное значение для понимания связанных с ним валийских преданий, о битве при Лангпорте и его последних днях. Дина Сэмбрис – это легендарный холм Железного века, связанный с королем Артуром. Последний замок здесь был возведен Левелином, чтобы охранять путь к перевалу Сноудонии. Мало что осталось от тех структур, которые когда-то стояли на холме, датируемые от Железного века до Средневекового периода. Это место знаменито встреча военачальника и короля кельтов Вортигерна и молодого Мерлина, как сказано в истории бритов. Согласно легенде, когда Вортигерн бежал в Эльс от англосаксонских захватчиков, он выбрал этот холм в качестве места для отступления. Каждый день его люди возводили крепость из башен, но так и не смогли ее построить. Это продолжалось в течение многих недель, пока Вортигерну не посоветовали обратиться за помощью к юноше, которого звали Мерлин. Вортигерн, следуя своим советникам, собирался убить мальчика, чтобы успокоить сверхъестественные силы, которые мешали ему строить крепость. Мерлин объяснил, что крепость не может отстоять из-за скрытого озера, где находятся два дракона. Белый дракон Саксов, который сейчас выиграет битву, в скором времени потерпит поражение от валийского красного дракона. В конце концов, белый дракон бежал, а красный дракон спокойно вернулся в свое логово. После падения Вортигерна Форд назвали именем Амбросия Аврелиана, преемником Вортигерна и дяди короля Артура. Согласно местной легенде, Мерлин спрятал сокровище в пещере Дина Сэмбрис. Открыть сокровище может только златокудрый голубоглазый человек. Когда он будет находиться рядом с Дина Сэмбрис, колокол зазвонит, чтобы пригласить его в пещеру, которая откроется сама по себе. Как только нога этого человека коснется это место. Однажды молодой человек, который жил недалеко, искал сокровище. Он взял кирку и поднялся на вершину холма. Когда юноша начал копать, на месте башни некоторые ужасные наземные звуки начали грохотать под его ногами. Холм начал качаться, и солнце заволокло тучами, так что стало темно. Молния сверкнула в небе, и гром прогремел над его головой. Он бросил кирку и побежал домой. И снова все стало спокойно. Но юноша на это место больше не возвращался. Считается, что волшебник Мерлин жил в пещере на холме Мерлин Хейл. Эта пещера должна была служить его домом и гробницей, поскольку, согласно легенде, он был заперт там владычицей озера. Она научилась своей магии у Мерлина. Он полюбил ее, но она отказалась отвечать взаимностью. Пока он не поведает ей все свои секреты. Когда Мерлин открыл владычицу озера все секреты, она использовала всю свою магию, чтобы заманить его в ловушку в пещере. Мерлин мог видеть будущее. Он знал, что случится, но был бессилен этого избежать. Пещера потерялась с течением времени. Но многие до сих пор слышат, как Мерлин звонит своими цепями на холме. Деревня Геллигайр расположена на месте римского форта, который был построен между 103 и 111 годами и раскопан в начале 20 века. В двух милях на север от деревни находятся остатки древней часовни. Имя короля Артура связано со многими святыми Уэльса раннего Средневековья. Здесь жила валийская святая Глэйдис. Ее сын, покровитель Уэльса, святой Кадок, основал на этом месте церковь в 530 году, остатки которой можно видеть и сегодня. Крест 10 века показывает место, где похоронена святая. Он установлен на развалинах часовней в 1906 году и был перенесен из приходской церкви. На нем написано «Часовня Глэйдис, 430 год нашей эры». Дата указана веком раньше, чем была построена часовня. Глэйдис была дочерью святого Брехана, женой святого короля Гвинлиу и матерью одного из наиболее почитаемых валийских святых святого Кадока Премудрого. А святой Глэйдис наполовину Ирландки известно много больше, чем о других детях святого Брехана. Ее красота покорила сердце святого Гвинлиу, короля Гвинлуга. Согласно житию святого Кадока, когда отец не благословил Глэйдис перед замужеством, Гвинлиу с тремя товарищами похитил ее. Завязалась битва, которая была остановлена лишь вмешательством короля Артура. Он и его войско выступили на стороне Гвинлиу. Этот эпизод стал первым упоминанием короля Артура в житии святой. Недалеко от Ландафа находится другой важный церковный центр Ланкарфан, основанный святым Кадоком в VI веке, которое жития также связывают с королем Артуром. Монастырь Ланкарфан был не только самым прославленным в Эльсе, а также был центром учености. Название монастыря переводится как «Церковь оленей». В предании говорится, как во время постройки обители два ручных оленя, запряженных в повозку, помогали святому Кадоку. На месте монастыря, который существовал до 1086 года, сейчас находится Нормандская церковь. Субтитры создавал DimaTorzok В 2008 году во время реставрационных работ были обнаружены росписи, которые изображают семь смертных грехов – Святого Георгия и Дракона. По мнению ученых, настенные росписи являются одним из лучших сохранившихся примеров во всей Великобритании, а изображение Святого Георгия и Дракона является самым большим и самым полным найденным изображением XV века. Нормандская церковь посвящена Святому Кадоку. По свидетельствам того времени, святой отличался выдающимся умом, поэтому современники его назвали Кадок Мудрый. Отказавшись от притязания на трон, он решил посвятить себя Богу и идти в монастырь. В житее Святого Кадока, написанное Ливриком в XI веке, говорится, что некий Легисох Лаухир убил троих людей Артура и укрылся от мести во владениях Святого. За это король Артур потребовал 300 коров, причем каждая из них должна была быть наполовину красной, наполовину белой. Помолившись Господу, святой получил от него таких коров, и Артур с его воинами Каем и Бедуиром переправили их через реку в свои владения. Однако после этого чудесные коровы немедленно превратились в вязанки хвороста. Гальфред Мормунский делает приближенными Артура еще двух деятелей Бритской церкви – Святого Элида и Святого Самсона. Они были современниками Артура, связанные с ними к тому же кровными узами. Святой Элит считается кузеном Артура, а Самсон – сыном его приемной матери. Не исключено, что они, как и Святой Дифрик, действительно поддерживали военного предводителя. Субтитры создавал DimaTorzok